Итак, приветствую всех, кто будет смотреть в записи. Обращаюсь к людям, к ребятам на ютубе. Всем привет, меня зовут Кирилл. Сегодня у нас будет стримчик на тему текстурирования в Substance Painter для работы. Но сначала хочу некоторую информацию произнести, потому что обычно сначала все смотрят, до конца не дослушивают, не досматривают. Вот. Что сейчас с каналом? С каналом вроде бы сейчас пока все ок. Единственное, отключена монетизация полностью, абсолютно. Ну, насколько я понимаю, если кто-то смотрит за рубежом, то есть монетизация, но не знаю, она попадает мне или нет. Но вывезти я точно никогда не смогу. Никогда. Ну, то есть пока все не закончится, никак не восстановится. Есть двое ребят, которых я еще раз попрошу. Анастасия Асеева, если ты меня слышишь. И JustPanda.ru Отключите спонсорство на ютубе. Вы остались двое, кто это не сделал. Отключайте спонсорство, иначе это... Ну, скорее всего, у вас не получится перевести. Ну, и плюс, зачем это нужно, чтобы бесить сейчас в таком виде? Ну, и если кто-то хочет поддержать реально, то есть бусти аналог Патреона или там же Donation Alerts. Ну, это так. Ладно. По поводу видосов на канал. Да, будут видео, которые обычные, но чуть позже, потому что... Сейчас такой, какой-то вот последние две недели, ну, сами понимаете, состояние, состояние, нестояние. И надо было просто собраться с мыслями, с духом и что-то начать уже делать. Я надеюсь, что я уже собрался. Ну, и плюс, чаще всего по вечерам я не свободен, и не получается сесть и записать. Плюс еще выходные. Каждый раз что-то влезает в выходные. Вот у нас в субботу приедет комод. Надо будет комод собирать. А в воскресенье, не знаю. Вроде бы в воскресенье ничего пока. А на следующей неделе воскресенье уже на день рождения. Поэтому, опять же, все, выпадаем, выпадаем, выпадаем. Но я надеюсь, что я как-нибудь вернусь в колею и начну записывать на канал видосами. И это так. Стримить будем на GoodGame. Поэтому, если вы смотрите на YouTube, то заходите на GoodGame по ссылке, которая будет в описании. Подписывайтесь на канал на GoodGame. Это стримы будут. На YouTube я сейчас не буду пускать поток, потому что там шатается у меня битрейт. Не знаю почему, хотя вроде все ок. Но, во избежание каких-то проблем, лучше подписывайтесь на GoodGame. А я потом просто буду выкладывать записи на YouTube, если кому-то не нужны эти стримы. Кто будет смотреть трехчасовые видосы, не знаю. Но, скорее всего, может есть такие. Я, например, смотрю длинные видосы. Мне даже нравятся длинные видосы, чем короткие. Вот. Особенно сейчас, когда на YouTube нет рекламы, можно включить стрим. И никакой рекламы нет. Это вообще благодать, как будто премиум купил. Вот. Такие дела. Что еще можно добавить? Ну и, естественно, Discord. Телега тоже. Не забывайте, у нас есть такие опции для того, чтобы быть на связи. Так. Ну, давайте мы вот это отключим. У нас есть вот такой вот монстрик с UV-разверточкой уже готовый. Надо будет его затекстурить сегодня. Так, я еще раз гляну. Я давно уже его разворачивал. Может, есть что. А что только 3 часа? Давай 8. Хочу ачивку. Ачивку. 8. Я не знаю, как это сделать. Ну, давайте... Так. На самом деле, есть у меня представление, как делать долгие стримы. Ну, во-первых, это физически тяжело. То есть, я вот после 3 часов потом... Пока кушаю, восстанавливаю свой вот этот боевой дух, потому что я начинаю забалтываться, и это не очень красиво звучит. Но скоро будет дачный сезон, на котором... То есть, благодаря которому жена с ребенком будут ездить на дачу. И у меня будет возможно стримить подольше, потому что никого дома не будет. Это в какой-то степени полезно. Ну, то есть, даже не в какой-то, это реально полезно ребенку ездить на дачу, потому что там свежий воздух, птички поют. То есть, почему Дискорд остался? Он тоже не наш. Как это не наш? Он наш. Ты что, не знаешь, что Дискорд это у нас свой есть. Не знаю, что я говорю, но ладно. Я сегодня купил доменное имя 3dcubetutorials.ru перенесу на GetCourse попробую весь курс перенести на GetCourse и подключить через 3dcubetutorials и попробовать таким образом продолжить распространение курса. Но там тариф, конечно, жесткий. 4, по-моему, тысяч в месяц или 30 тысяч в год. Что-то такое. То есть, я не уверен, что я продам на 30 тысяч, потому что я все, что продал, кстати, я продал на 30 тысяч курс-то даже чуть больше, чем 30 тысяч на на Udemy. Но я эти деньги не получу. Я думал, что я их получу и использую для того, чтобы вложить в развитие курса, канала и так далее. Но, видите, я вот пролетел с этим делом. К сожалению, сегодня мне Udemy написали, кстати, я вам надо давайте вам сейчас зачту письмо. Я же активно писал, что ребята, где мои деньги Любовские, я им писал. Ну, они отморозились, сказали, что они ничего не могут сделать, потому что им сказали, что нужно вот так вот себя вести. Так что это что за место вообще? А, затылок. свежий воздух надо перекапывать и сажать картошку. У нас нет картошки. У нас есть лук, у нас есть огурцы, у нас есть виноград, у нас есть клубника, это то, что я могу вспомнить. И жимолость. Вы когда-нибудь пили компот из жимолости? Такая крутая штука. Я один раз принесу на работу компот из жимолости, там просто все охренели, что такая вещь бывает. Так, файл экспорт fbx еще я себе купил Яндекс.Диск на 3 терабайт или на 1 терабайт. Короче, на год, по-моему, 500 рублей или 600 рублей. Я полностью переезжаю на Яндекс. на самом деле в какой-то мере это правильно. Я настолько вот привык и не верил, что такое что-то может случиться, хотя почему. Я столько лет прожил в Азербайджане и мог представить, что рано или поздно и там могли бы все рубануть. Кстати, там не рубанули ни хрена, но они же привязаны к российским сеткам. Допустим, у меня сестра, у нее муж купил себе плойку пятую и подписку на год. теперь это кусок пластика. Беда. мы уже на главный гудгейм. У нас 9 человек, но перед нами почему-то чувак с 8 зрителями. Как так может быть? У нас 9, у него 8 и мы позади. даже впереди есть кто-то с 8. Недоразумение какое-то. Никнейм такой реально. 8 человек у него. Где наши бойцы невидимого фронта? Яндекс, который зарегистрирован в Нидерландах. Ой, Рома, тебе лишь бы эту панику посеять. Так, что там пишут? Ну, в мейле зарегистрируем. Что там стоит построить? Так, что я хотел? А, принтер. New. Так, мы будем запекать его с ВОО на себя. Мне нужно найти картинку его. Ну, давайте пока запечем. Так, breakpash maps, норм был нужен, ID не нужен. Пусть пока будет так, low poly as high poly, анти-алайзинг будет. И там ambient occlusion максимально давать. Secondary ray. Сейчас комп немножко подглючит, потому что, ну, а что? Кодировщик перегружен. Попробуйте понизить настройки. Пишет момент я обычно вырубаю запись, а у меня тут сейчас есть стрим и запись. Бедно видяха, что я делаю? Наверное, стоило пока не запекать такой жесткий. Ладно. Аж килобит, это как, битрейт подскочил. И сначала упал, потом подскочил. Так, мне нужна картинка референс. Вот. Референс. Ух, какая тварь. Сейчас будем рисовать. Так, давайте накинем основные заливки. Это, я даже знаю, как это правильно назвать. Пусть будет red, все, что касается красных участков. Потом это будет white bone, типа белая кость bones. И там есть такие, как ivory, наверное, какой-нибудь слоновая кость. Grey bones назовем. Grey bones. Теперь надо будет масочки раскидать. так, черная маска сюда, сюда внутрь. 100 лет уже не пользовался. Почему 100 лет? Не знаю, почему. Опять, он сделал полигонально моделированный скульт. Я просто прошел стрима, а это вне стрима было, это уже сделал, наверное, где-то даже в прошлом году я его сделал. Он просто не затекстурен у нас нормально, только заливками затекстуренный был, а сейчас пришло время, пришло его время. По-моему, вот это используем. А так, да, полигональное моделирование. Скульптингом я пока тут не пользовался. Единственное, что я скульптингом делал, это волосы для каких-то персонажей, а потом дециммировал. Так, пикаем цвет. Так, здесь нужно нам выбрать. Давайте по UV выберем, наверное. Насколько это все быстро, да? Вообще настолько упрощается, отработают. Просто хлоп-хоп и тебя уже вон персонаж залит. Офигеть, конечно, программа. Тут металл, все, вот это мы убираем. Rafness у нас будет такой наверное цвет немножко. Малиновый цвет какой-то просто. это у нас у нас будет у нас будет color какой-нибудь можно еще закинуть общий fill layer Orange ао, 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 ао. Накинем сюда черную маску, накинем сюда генератор, генератор ambient occlusion и invert. цвет нас будет так вот так хочу затемнение равность давайте поднимем режим наложения мультиплай по-моему должен быть или у папки должен быть мультиплай так давайте теперь еще в маску в бейс калоре тут информация потерялась надо наверно другой цвет ножку взять не понял просто такого цвета получается так как дела у вас давайте белые кости зальем фил white ну это пусть будет бейс color тут даже не совсем белое вот оно и есть такое преджелтое не знаю да вот такое скорее всего раф нас тоже у нас будет здесь наверно все таки где-то посередке пребудет рафность теперь мы наложим черную маску и выберем так на руках тоже этих местах тоже что он какой-то очень жесткий этот с hd райк на какой бы вы решили вот этот использовать или вот этот на ногах эти штуки такие же вот тут частично частично сейчас надо будет исключить часть этого вот это возьмем вот тут не уверен ну тут не очень важно пусть будет вот так плюс еще у него есть когти когти они у нас впереди естественно нужно здесь покрыть они конечно не похожи на когти а похожи просто на перчатки плюс еще у него есть так сказать наросты которые мы скорее всего будем рисовать наросты у нас вот тут здесь это как трусы блин выглядит реально вот мы сейчас подрисуемся софтаде фронту бакс у моих но и что-то он очень белит башка совсем белая трусы нарисовали на коленнике нарисовали причем да это тоже можно теперь грейбонс нарисовать тоже назовем это base color то есть основа наша с которой все начинается вот здесь вот здесь черную маску но это как раз там где остались у нас вот допустим вот этот вот эти участки вот тут надо будет нарисовать если которые более-менее группы грубыми штрихами то не так давайте не будем делать это надо будет рисовать потом лучше верхним слоем ладно забавно конечно себя видеть на год гейме ой мы убежали с первой страницы кто-то ушел кому-то стало скучно ватенько что там дискорде пишут нам ничего это хорошо ну что давайте рисовать base color предлагаю это сдублировать черную масочку ну давайте цвет поменяем там такие есть на нем продольные полоски попробуем попробуем их сейчас сделать если не получится то через то руками черную маску трипс ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши ши-ши-ши-ши-ши сейчас его надо будет ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши черемушки новые черемушки за моим окном раз и второе на беляева кто живет в москве признавайтесь кто из вас живет в москве кстати в москве же мая по моему пройдет стримфест никто не хочет туда пойти я я пошел бы и может быть здесь кто-то из зрителей из подписчиков пришел можно там толпой потусить сколько знаю вот сколково проходить стримфест технопарк самим бутлера вам не нужно и 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 тарт и и bold смысле недоверенный сайт стрим fest касперский жалуются на то что-то недоверенный сайт вот есть в к 25 26 июня 2022 год еду едем в москву вот международный фестиваль стрим культуры такого такого-то числа ждем у вас технопарк сколково в москве тем более отменили все какие-то ограничения надеюсь это навсегда нам больше такого счастья не нужно но по-моему дороговато стоит если бы у нас было по-моему нам надо 10 или 20 тысяч на ютубе подписчиков набрать чтобы можно было участвовать мне бесплатно и раздавать приглашение официальный сайт вот видите не пускает касперский защитила вас от перехода на сайт может закрыть его без риска показать детали а чё случилось то сертификат или один сертификат цепочки не актуален я понимаю риск хочу перейти на сайт еще нажимаем да да мы совершили акт ё-моё там смотрите что творится я ради гудгейма пошел пообщаться с ребятами с гудгейма сказать смотрите мы за два дня выбились в топ-1 точнее на топ-1 на первую страницу на гудгейме даже за один день в первый же день попали на первую страницу участники тут есть какие-то это те кто из стримеров майкер единственная калакова знаю здесь я не знаю не знаю гитмана знаем конечно все наверное знают гитмана это диана гнуми не знаю без мэдисона это не этот какой не стрим фест граммане дтф кстати можно будет сходить там там судя по всему по геймдэу что-нибудь будет одни девочки одни девчонки станислав пани не знаю таких вот юмилия олег и костя жанкова ух ты что там какие ребята реально я их не знаю представляете ну я понимаю что я вообще не смотрю но даже никнеймы не о чем не говорят но как тусовка стоит посмотреть ходить просто уже настолько я соскучился по всяким таким фестивалям вот игорь гхк знаю игорь куракин вот его я знаю это боюсь дтф и скоро нибудь его забанят ну ничего другой будет линушка виктор зуев по-моему виктор зуев что-то слышал но не знаю откуда иван багнюк да девчонок конечно тьма внезапно все девочки стали игроманами настолько это прибыльная тема о поме со старкрафтом своим чем там будет делать как он там нужен old games ru раньше для меня это был просто кладезь игр старых там заходишь какую-то старенькую игру скачать и там обязательно будет интересно сколько это незаконно а чё вилла в games а не будет как-то без 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 вилла в games зерк тв тоже с гуд гейма . зуев это из универа да ладно я вроде смотрел когда-то универ но не знаю давайте кликнем посмотрим здравствуйте меня зовут виктор зубь занимаюсь всяким всяким на диска stingman.com а также продвигаю отечественные и не только видеоигры международной игровой компании еще я xbox энтузиаст исторические игры и лекции стримит игры по эпохе викингов вархаммер 40 славянский фольклор отечественные индии сцены игры по мотивам толкин просто интересно мне и своей аудитории игры не знаю нам не видел такого ну то есть на слуху так отлично у меня проходит рабочий день как вы видите девочек рассматриваем вместе с вами да это все стать участник давайте станем участниками что делает статус участник фестиваля каждый участник получает возможность продавать именный билет на фестиваль и получать за это деньги 500 рублей донатом из каждого проданного билета уу-у-у кроме того стримпес всегда представит системы дополнительных а вскоре системы дополнительных поощрений участников популярным стримером бла-бла-бла-бла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла заинтересованность в общении с публикой на фестивале представляется оборудован стрим позиции для выхода в эфир и комфортного интерактива с аудиторией в зале у нас настолько комфортно мы можем вообще не выходя из дома контактировать До чего дошли на технологии Даже уже не обязательно видеться Так Я стример или подкастер Как мне стать участником фестиваля Поверьте, соответствует ли А, проверьте, соответствует ли вы критериям участия Напишите организаторам в ВК Или на MikeStreamFest.ru Если вы не подходите, тогда ничего не получится А то можете получить от нас беспилатный билет Если вы не проходите по критериям Кирилл, соберись Читать научись, пожалуйста Если вы не проходите по критериям Но активно занимаетесь стримингом или подкастингом То можете получить от нас беспилатный билет На оба дня фестиваля Подробности в разделе ФАК При формировании списка участников Мы исходим из следующих принципов Паритетность Игровые стримеры значительно популярны В других эфирных направлениях Поэтому критерии участия для геймеров и негеймеров Разнятся Если за последний год Больше половины эфирного времени Стримеров было посвящено видеоиграм То с точки зрения StreamFest Это игровой стример Отсутствие накруток Заявитель не должен примет ботов Для улучшения своей статистики Мы выявляем накрутчиков С помощью различных веб-сервисов И ручного контент-анализа А также оценивают спорных кандидатов Совместно с менеджером StreamPlatform А если, например Вот с нашего дискорда 500 человек сейчас зайдет на GoodGame И мы пойдем на первую позицию В этой выдаче Это будет считаться накруткой? Или это прям Все в порядке? Что считается накруткой? Только боты? Или что? Условия регистрации стримеров YouTube Мы же, наверное, все-таки стримеры YouTube Хотя, какие мы же стримеры? Мы не стримеры вообще Ключевой слой Ваш канал на YouTube Должен использоваться В первую очередь для стримов А не для выкладки записанных видео Все, попали мы И позиционироваться Таковым на аудитории Если у вас на канале Нет записи стримов В открытом доступе Это может стать основанием Для отказа в регистрации Но у нас стримов было много Особенно по первому времени Вы можете стать участником стримфеста Продавать именные билеты Бла-бла-бла Если это в виде скорби То не накрутка Ну, наверное Для стримеров игровой тематики Это не мы Для стримеров разговорные Ну, у нас А вот Для стримеров творческой Спортивной тематики Музыка, рисование и так далее На вашем канале больше 25 тысяч А было 20 Подняли, видимо Много, наверное, набежало народу 25 тысяч подписчиков А среднее количество просмотров канала За последний месяц Превышает 750 человек В эфирный день У нас Очень много просмотров В день Сейчас скажу Мы уже это Побили У нас Просмотров 900 просмотров в день Ну и в месяц 22 тысячи просмотров Ничего себе Да, вот так Такие вот статистические данные И это еще Вот сейчас Упали просмотры На самом деле Да Так-то у нас Все было хорошо У нас доходило до 2000, по-моему, в день Были самые такие Жирные времена Самый жирный месяц Был прошлый март Пока что По статистике Ничто не приплюнуло Прошлый март Там и Подписок Больше всего было И С просмотров И времени Это, по-моему Ну это разгар Пандемии А не начало Ну в общем Прошлый март Был самый такой Успешный Ну в общем Стримфест Может быть приехать Посмотреть Стать участником Наверное И Активности Тут как добраться В технопарк Сколково В Москве Ну это Сейчас туда Насколько я знаю Да Вот МЦД Протянули Поэтому можно Очень легко Добраться Если кто-то из вас Собирается В Москву То пишите мне И можно будет Вместе Поехать Шрам Сфера влияния Кубов Даже в это Сложное время Да Сфера влияния Так Минутка Рекламной паузы И просто Пауза Закончилась Давайте вернемся К нашим Монстрам Давайте Накинемся На Бэйс Точнее Фил Фил Не знаю Какой Наверное Какой-нибудь Крис Давайте посмотрим На маску Так И мы повернем На 90 Наверное Вот здесь Правда Не хотелось бы Чтоб так Это было Надо Чтобы Все время В нужном Направлении Наверное Как-то так Можно Frequency Как-нибудь Так Но Учитывая Что Модель Которая В игре Будет мелкая Надо Наверное Делать Крупнее Эти полоски Несмотря Ни на что И Чтоб Чтобы они Были Явно Видны Вот Roughness Потом Потом На самом деле Можно сделать Еще Дубль Этого Либо Дубль Как правильно Давайте мы Дублируем Вот эту Штуку Сделаем Цвет Ярче Сюда Мы Накинем Вовнутрь Фильтр Блюр Для Создания В тех же Местах Хайлайт Мест Можно Блюр Наверное Такой А А здесь Может Если Оверлей Здесь Делать И Screen Теперь Не видно Этих Самых Надо Как Построить Логистику Мне Нужно Здесь Создать Anchor Point Наверное Потом Здесь Fill Этот Fill Мы Накинем Anchor Point Отсюда Накинем 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 если сабтракт мы вычитаем маску получается потом создаем новый фил scale не трогать но видимо неправильно нормал может быть если она нанялась нет не нормал оверлей скрин так но это слишком ярко получилось можно подблюрить это мне не нравится место наверное будет его нужно его как-то поменять наверное надо все-таки потыкать этот рандом пока это отключим можно вот так вот эти глаз или грудная чакра да она будет смотреть на меня всегда даже когда ее не будет видно теперь а как мне скопировать вот эти все позиции блин я могу это скопировать эти ну или просто мы построим еще раз такую штуку я просто не знаю как правильно сделать хлэп хлэп просто назовем чтоб не морочиться тут нам нужно сделать фил в него кинуть анкорпоинт здесь же кинуть фильтр фильтр поставить плюр это у нас будет саб тракт а это будет скрин а и цвет пикнуть что-то он не работает так да и симметрия конечно здесь просто все обделывает ну что держим в голове что у нас мобилка и это все мелко совсем должно быть точнее будет так или иначе есть какие-то наверное участки которые вот такие опять появляются чакры надо нарисовать мордочку морду мы нарисуем здесь кинем в папку фейс здесь будет фейс фейс мы кинем фил фил мы кинем черную маску отключим все кроме color цвет наверное пока ближе к черному здесь берем кисть какую-нибудь бейс бейс харт ой хотел нажать f как в этом блендере чтобы уменьшить кисть что ж такое я f нажимаю чтобы кисть уменьшить ладно это профессиональная деформация так называемая здесь мы рисуем будущий рот вот он у нас тут да нельзя оставлять круглых участков потому что монстр нехороший злой злой и надо делать острые грани чтобы показать что он там бяком кулебяком сверху ну давайте просто чтобы слой назывался называем black потом наверх мы на него кинем white наши зубы будут clear mask зубчики может у нас есть какие-то зубы в этом в какой-нибудь альфе вот такое что-нибудь о сосед с перфоратором проснулся но лучше вручную нарисовать а эта штука она наверное будет рисовать такое прям неправильно все да с кисти вот это может быть полезным так hardness rounded житер флип с а давайте просто нарисуем все не будем блюжить как получится так нарисуем все равно это во первых не будет видно просто чтобы создавать общий фон здесь наметим основные зубы пара мелких кончик клык еще тут мелкий здесь тоже так 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 теперь мы здесь почистим пока что и постоянно нажимая f надо нажимать control правой кнопкой мышки и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Сделаем окантовку... Окантовочку мы сейчас здесь проведем... Благодаря тому, что здесь слой... Слои в отличие от блендера... Тут можно будет потом это все редактировать... Как нам вздумается... Губы... Видите, какие здесь зубки прям... Получились... Ну, у него с прикусом проблемы, конечно... Зубы на зубы попадают... Можно здесь сделать чуть светлее... И... 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 Клирмаск... Здесь между этими штуками сделать... Или наоборот... Вот тут над зубами сделать... Это вообще не видно... Но я-то буду об этом знать... Пусть у игрока создается впечатление... Что тут... Есть фактура какая-то... Да... Ни ферна не видно, конечно... Можно даже, наверное, было бы... Вот здесь зубы не рисовать... А они же... Вот... Вот так он выглядит... Все... Увидели? Вот... Зубы-то торчат сверху... Из маски... А не из... В верхней челюсти... Поэтому здесь, скорее всего, надо удалить... Зубы... И... Нарисовать их... На маске... Вот... Тогда можно здесь продлевать... Увеличить этот... Вот... Наверное... Будет вот так... Как там дела на... Goodgame.ru... Ну... Мы вообще убежали куда-то... Так... Где... Где... А мы на второй страничке... Так... 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 Это... Так... Ок... Продолжаем... Надо... На маску наверно... Прийти... Сделать... фактуру ей очень не хочется конечно перескакивать но что делать будем фейс сдублируем наверное вот эту штуку и black и white нам нужен copy layer copy layer paste layer сюда это clear это clear теперь мы нарисуем здесь впадинки для зубов и тут еще у нас есть совсем такая тонкая фактура для маски здесь будем тончать ну и под зубы надо сделать тоже сейчас мы сверху тут зубы нарисуем очень можно так сделать потом лишнее просто уберем о тут у нас нет white bonds собственно говоря вот теперь нарисуем здесь зубы мое сердечко получается вот Продолжение следует... Теперь я здесь черную масочку почищу. Продолжение следует... Страшная какая-то хрень. Теперь надо нарисовать глаза. Или я не знаю, что это. У них, кстати, скорее всего нет глаз. Это скорее всего ноздри. Я всегда думал, что это глаза. Но сейчас что-то подумал, что это все-таки не они. Вот такая тема. Вот такая тема. Так. 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 Нет. Нет, нет, нет. Давайте это берем. Так. 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 Это робот-кисть. Так. 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 Тайский гордовой пост какой-то получился. Так. 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 Очень мелковато, наверное. Но он сам по себе мелкий. Поэтому тут на R. Ладно уж. Можно сделать дубль вот этого Base Color, чуть темнее и сделать какую-то фактуру. Типа вот задублировать, закинуть сюда. Black Mask. И сделать темнее. Можно вот так подвести ему глазки. Потом еще дублировать, сделать светлее. Clear Mask. Эти глазки. Эти неземные глазки. Помните песня была такая раньше? Это откуда вы помните такие песни? Эти сказки, эти кладовские сказки. Здесь тоже тогда уж на то пошло. Сделаем эту фактурочку. Хэндпейтную. Сейчас чем-то... Почему-то у меня ассоциация с Пауком была. Когда я на его вот это все посмотрел. Как дела у вас? Кстати, там заглядывают MoonSK. War, Green и Seedalab. Seedalab. Всем здрасте. Хоба. Если переключить в Base Color. Вот он у нас вот такой вот в Base Color. Возможно здесь стоит немножко зафактуить еще. Вот как-нибудь вот так проведем. Автосейв. Вот. Вот как-то выделили затылочную вот эту часть. Можно здесь тоже отделить. Тут можно какой-нибудь такой мягкой кистью. Типа или вот... Вот такой может быть. Затемните вот эти участки. Опять F. Press F to win. И вот здесь еще можно... О! Нашел еще место без UI. То есть не назначен материал. Попробуем еще. Нужно хайлайтить какие-то места. О! 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 Tokila. Типа. Ну вот... В傳ющи... Типа. А здесь же она будет выглядеть? Да, можно заодно здесь нанести марафет, по краям засветлить, тут вижу опять неназначен white bone. А здесь же она будет выглядеть. Здесь будет подключиться домен к get-курсу, после чего можно будет выкладывать, точнее подключить почту. Даже можно, наверное, посмотреть, может уже доступен. Там какое-то время должно пройти, полноисколько часов. И я думаю, как организовать заливку этих самых видеороликов. На get-курсе это стоит одну стоимость. В общем, на get-курсе тариф старт на один месяц 4400 рублей. Но это только 1 гигабайт и возможность привлекать до 1000 пользователей. А файловое хранилище размером до 50 гигабайт стоит 990 рублей в месяц. А у меня 20 чем-то, по-моему, или под 30 гигов. То есть мне нужно вот этот 50 гигабайт. Я вот думаю, можно ли сделать вот так, что я выложу курс на своем Яндекс.Диске и подключу его к get-курсу без покупки этого файла хранилища. И то есть те, кто покупают, могут через get-курс по ссылке на Яндекс.Диск работать. Насколько это безопасно и нормально, я не знаю. О, домен подключили. 3D вьюп-туториалс есть. Ну-ка проверим его. Недоверенный сайт. Я понимаю. О, есть. Смотрите. У меня теперь свой домен есть. Да. Теперь надо подключить все остальное. Я вчера себе даже открыл самозанятость. Теперь я теперь самозанятый. Там, правда, нету ничего связанного с 3D-дизайном вообще. Там есть просто художник. Не знаю, кто относится ли к нам это. Вы же не просто художники. Мы 3D-художники. Зато у нас теперь есть свой домен. И можно будет его использовать в правильных целях. О, я, кстати, на YouTube оповещение не дал о стриме. Так, стрим. Давайте скупируем в дискорде. Давайте изображение какое-нибудь сделаем у нас с вами. Возьмем, сделаю скрин себя и чатик. Вот. Все, вы теперь в истории. Сохраним. Блин, там нужен квадратный. Да, давайте я сделаю тогда это. Изображение чатика. Себя не буду. Опубликовать. Но скоро уже придется обедать. Придется. Я заставляю это делать. Тем временем мы продолжаем. Может, есть совсем такой нежный. Вот он совсем нежный. Ну да. Ну, если получится организовать вот этот записанный уже курс, то можно будет что-нибудь новое придумывать уже. То есть, есть мотивация и есть площадка для этого. А когда вот такое вот все упадническое, даже как-то грустно становится что-то делать. Может быть, еще прорвемся. Ну, даже не может быть, а прорвемся, конечно. Только уже посложнее будет. Так, давайте мы тут хоба-хоба и зайти не... Ну, с трусами надо что-нибудь делать. Трусы, конечно же, надо будет прям вот... Блин. Тут геометрии не хватит, но мы просто нарисуем, видимо, кости. Плюс еще нужно ребра нарисовать. Ребра надо нарисовать. Ну, это уже... Ой, а зачем... Вот я, видите, назвал фейс и начал уже рисовать, блин, на руках-ногах. Конечно, это неправильно. Если здесь сделать overlay, то что? Или screen. А это будет multiply. Давайте вот здесь вот так подфактурим вот сюда. Вот так. И здесь вокруг сделаем. О! Хоть какая-то фактурка уже появляется издалека, что тут все не просто так. Можно было бы вот эту черную штуку вообще, наверное, убрать здесь. Она слишком здесь яркая, активная. Можно было бы, наверное, как-то вот так. О! Как прикольно, посмотрите. Так, стихо. Издалека... Вот здесь сзади оставим, а спереди вот так сделаем. по-моему, норм. Да, этот, конечно, что-то у меня по референсу смотрю, слабже получилось. Надо теперь на теле нарисовать вот эти костяные наросты, либо продолжить фактурить вот эти штуки. давайте тогда это назовем не фейс, а не знаю, фактурис. Я знаю, как пишется... Кто знает, как пишется фактура по-английски? Напишите, пожалуйста, я назову правильно. Фактурис. Иначе у нас будет это фактурис. хайлайтинг. хаолд заглянул на стрим. Привет, хаол, как дела? Ты откуда пришел с ютуба? Располагайся, у нас тут goodgame.ru Сюда мы стримим, а на ютуб вкладываем запись. Сейчас мы вот фактурим нашего монстра для игры, которая будет в раннем доступе скорее всего в конце месяца. Все смогут поиграть. Ну, не все, но многие. чем же в этом-то все заняты? Рома-то понятно, а остальные молчат. Слушают наверное только, а я тут молчу. Надеюсь, что вы там будете что-то писать. Та-та-та-та-та-та-та. Наверное, здесь стоит тут чуть-чуть стенить. поезд делаешь? Ни хрена себе. Вот это да. Молодец. Я помню, когда я на этом драфтпанк учился, там очень много ребят делали поезда и трамваи. Трамваев было очень много. И такие крутые трамваи делали, что я даже представить себе не мог, что это ученики. Ну, там очень многие приходили и говорили, что они первый день занимаются, но там такое творили, что закрадывалось сомнение, что они первый день занимаются. но там да, очень много кто только пришел и еще не освоился. Например, я. дитя мое. Кулички строят, лепят. Ничего сего. Там кулички лепят. Занят. Смотрите, вот так надо работать. лепят. 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 Так, продолжаем. Что я хочу теперь, надо все-таки разобраться с этой фигней, но для этого нужно сделать, а это здесь эта маска. Так, получается мне нужно здесь убрать маску с помощью кисти, реально труселя, ё-моё, вот тут у нас будет точно убраны под серую кость. Сзади, к сожалению, вообще даже не знаю, как выглядит монстр, вот это, кстати, беда. Я не знаю, как он выглядит сзади, подожди-ка. У меня нету референсов назад. Как так-то? Еще раз посмотрим то, что у меня скидывали по монстрам. Нет, здесь в этой ветке нету. Пу-пу-пу-пу-пум, монстры. Что только нету, каких только переписок нету. О, все архивы надо собирать отдельно. О, это королева. Вот, есть сзади, отлично. Так, сзади у него вот эта серая кость, а вот тут, то есть надо вот это все убрать вот так и аж вот так. А здесь сделать вот так. Стринги надо будет нарисовать вот здесь вот так, и вот так. Вжух и вот так. Вжух и вот так. Вжух и вот так. Здесь надо вот сюда уместить вот так. И ещё раз вот так. Допустим. А спереди он заходит как бы сверху и вот сюда заворачивает. Но это я, получается, сейчас стираю для будущего серых костей. Так. Будущее за серыми костями, так сказать. Лозунг прям какой-то. Чтобы серые кости были, мы удалим белые. Но никто не подумал о судьбе белых костей. А здесь можно сделать вот это, как будто это нарост. Только более плотный, наверное. Вот такая кисть не нужна. Можно у меня такую кисть? Есть такое? Как мне это сделать? Наверное, надо закинуть. Куда? Что я там стримный элемент заглянул? У меня что, твич работает? О, у меня что-то goodgame завис. О, у меня нет, работает. Я понимаю, как работает алгоритм, если вот у нас... А где мы вообще на goodgame? Нас нету, ребята. Просто нету. Ни на главной, ни на второй, ни на какой странице. Где мы? КГ жив? Точно? Я не вижу. Ну ладно. Надеюсь, что жив. У меня вроде дропов 0. Да. Просадок никаких не было. Но что-то я не вижу наш канал. Дальше нам нужно... Давайте сразу в серую кость заглянем, чтобы закрыть тему с этими... Серая кость, скорее всего, она у нас тут идет под белой, поэтому мы ее так под белую кинем. Вот так. Канал призрак, мы на первую. Да ладно, не было у меня. Еще раз обновить. А, да, вон внизу. Но реально ни на первой, ни на второй не было. Может мы потерялись где-то между. Вот знаешь, как между... Вот если между двумя стрелочками вернут, ты такой листаешь, и между мы попадаем. Посередине ничего. Вот мы там были, скорее всего. Дальше. Сейчас наметим основную. Основные контуры. Вот тут у нас будет... Вот так. Вот так. Вот здесь. Насколько это высоко. Ну, наверное, пока так. Кстати, вайте так и не признался, кто он у нас в дискорде. Но, скорее всего, он просто вайте в дискорде. Может, он раньше не сидел просто. А появился совсем недавно. И сзади тоже нужна такая штука. Так. Нет. Отличный ответ просто. Отличный ответ. Отличный ответ. Сразу все понятно стало. Нет. Надо взять на вооружение, такой ответ. С тебя спрашиваем, тут какие-то вопросы задают. По 3D-шке. А ты говоришь, нет. Тебя говорят, что нет? Ну, нет. Нет. Ох, у тебя труселя. Ё-моё. Как можно было такое придумать? Тебе надо это зафактуровать. Опять же, берем, видимо, фактуру. А если мы здесь вот этот, ну, black, вот этот, видно, так сделаем? Ничего не получится, да? Ну, конечно же. Брум-брум-брум-бум. Это надо идти в этот. В кожу. И вот здесь. Давайте вот поменяем тоже на фактуру. И вот здесь мы сделаем. Так. О. Вот это нам надо сделать. Ну, давайте. А там Марио. Марио. А-а-а-а. Марио. Как там разговаривают итальянцы? Вот как-то вот так, наверное. Блин. Все. Спалили. Спалили его. Спалично. Ну, все, Марио. Принцесса не в этом замке. Ты знаешь. Блин, мне так нравилось в детстве Марио играть. У меня в Нинтендо это была. Точнее, какая Нинтендо? Дэнди, естественно. Нинтендо. Смешно. Смешно. Ко мне этот Дэнди так забавно попал. У моей бабушки, царства и небес, была подруга. И она собиралась переезжать в Москву. В Волгоград, по-моему, они переехали. Из Баку в Волгоград переезжали. И у них была вот Дэнди. И к нам как-то пришли и сказали, что там разговаривали, общались. И сказали, что вот есть такая вот приставочка. И что если нам хочется, они могут нам ее оставить при переезде. Причем бесплатно. И они нам ее оставили. Это вообще было так круто. Картриджей, по-моему, практически не было. Парочка всего. Игр на самом Дэнди было полно. Но они все же одинаковые были. Там, 999 тысяч, 999 игр. В таком духе. По-моему, потом я начал находить. Эти, всяких. Торгашей. Этими самыми картриджами. Купил себе Double Dragon. Помню, был. И Street Fighter. Еще плюс там были очень прикольные. Игры про мотоциклов. То есть, на мотоциклах. Мотоциклы. И вот Марио. Там я прям заигрывался в Марио. Блин, прикольно. Там были танчики. Марио. Галла. Как он назывался? Который там выстраивается. Так, в ряд. Куча. Пиу-пиу-пиу. В них стреляешь. Потом бильярд был. И вроде бы все. Из таких прям запоминающихся. Как спалили. А что спалили? Кого спалили? Как спалили Марио? Ну, тут в чате можете прочитать. Кстати, если здесь в чате кто-то сидит. Не знакомый с моим каналом. А такое вполне возможно. Потому что мы все-таки на главный гудгейм попали. Значит, кто-то к нам мог зайти. Меня зовут Кирилл. У нас с ребятами свой канал 3D по 3D графике на YouTube. Называется 3D Cube Tutorials. По-моему, я в описании сделал кликабельную. Вот это там три кубика друг на друге. У нас есть Discord канал. Где вы можете общаться с комьюнити. И Telegram канал тоже есть. Если вам интересно изучать 3D графику, в частности Blender и все, что с ним связано, то переходите по любой из них и вступайте. Будем, так сказать, знакомиться и учиться дальше. Единственное, похоже, кто поезд делает. Зря, на самом деле. Вот такие конкурсы, даже если они без награды, представьте себе, что это награда к вашему портфолио. То есть вы, если делаете модельки по урокам, то они не совсем ваши. Не, конечно, вы сами сделали. Но они все-таки не полностью ваши. А тут у вас есть мотивация найти референс, сделать свою модельку и закинуть себе в портфолио. Это будет лучше, чем если, допустим, сделать там десяток, просто повторяя за тем, на кого подписаны. О, наши мои пришли. Ну что, давайте пока, наверное, закончим на перерыв и вернемся к этому монстрику через какое-то время. Давайте сохраним. То есть сделаем перерыв, а потом пообедаем, придем в себя, я воды глотнул. Как раз у нас два часа прошло, можно пока сделать перерывчик. И вернемся к стриму. Либо я могу не выключать стрим, но тогда, чтобы у вас ачивка набиралась. На записи я остановлю. Поэтому для тех, кто смотрел в записи, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, приходите в Discord, на Goodgame. И, в общем, по всем ссылочкам, если вам интересно оставаться на связи. Вот так. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok